Про такие случаи обычно говорят повезло, а иногда везет, что называется, по-крупному. Мой коллега Дмитрий Куканас пообщался с теми, кого смело можно назвать счастливчиками. Сейчас поймете почему. За неубранные сугробы коммунальщиков не ругает только ленивый. Но есть как минимум один человек, который скажет им большое спасибо за то, например, что чистят снег возле подъездов, но не убирают его вокруг всего дома. Благодаря именно такой подушке безопасности Дмитрий Косицын сейчас идет на поправку. И это после падения с крыши пятиэтажки. Когда он ремонтировал старую кровлю, одна из досок утянула за собой. Гвоздь зацепился за рукавицу. Почему рабочим не выдали страховочные пояса, теперь будет разбираться трудовая инспекция. А вот лечащие врачи Дмитрия удивлены и рады, что не пришлось, как говорят в таких случаях, собирать пациента по кусочкам. Можно сказать, что повезло человеку, потому что основная, большая часть пострадавших с катотравмой, то есть это падение с высоты, имеют обширные множественные скелетные травмы, повреждения, которые нередко заканчиваются фатально. А у него только перелом бедра и синяки на руках. Все произошло за секунды, вспоминает Дмитрий. Испугаться не успел, зато успел сгруппироваться. Говорит, судьба уже не в первый раз оберегает его. Несколько лет назад он остался жив после серьезной аварии. Но фортуна благосклонна не во всем, например, в азартных играх. Вот эти вот моменты мне не везет, потому что были и игровые автоматы раньше, играл, заходил. И вот как-то на деньги не везет. Больше везет на встречу с хорошими людьми в жизни. То есть я людям помогаю, и в ответ мне такие же действия. Под счастливой звездой родился и Оскар Смогулов. Полтора года назад уличная драка для него закончилась страшной травмой. Десяти сантиметровое лезвие кухонного ножа прошло через глазницу и вышло в небо. Друг вызвал скорую и не давал ему потерять сознание. Первым делом я вообще подумал, что у него что-то об голову разбили, потому что неприятный такой треск был. Но потом, когда я уже руками потрогал, я понял, что уже это острея ножа, то есть торчит у меня с глаз. Оскару повезло дважды. Его успешно прооперировали в обычной больнице. Опытный хирург помог ему даже без специальных инструментов. Выдергивал лезвие обычными плоскогубцами, с теми окончайшими нитками, которые даже увидеть нельзя, зашивал глаз, что называется, на ощупь. Оскару сохранили зрение. Еще пара миллиметров, и нож повредил бы мозг. Тогда последствия были бы вовсе непредсказуемые. Как правило, все инородные тела, которые попадают в глаз, они в небольших размерах. Мы их обычно 2-3 миллиметра удаляем. А тут такое большое инородное тело. Действительно, это очень необычное ранение. И нами подготовлена статья, которая будет в сборнике трудов Всероссийской конференции с международным участием. Возможно, когда-нибудь опишет свой неудачный поход за шишками и житель Усти-Шима Андрей Хакимов. Молодой человек заблудился и 4 дня бродил по тайге. Все эти чудесные спасения объединяет одно. Люди не паниковали и не сдавались. И пускай кто-то называет их просто счастливчиками. Дмитрий Куканас, Александр Руяткин, Артак Мурадян, Евгений Слепов и Сергей Степанишин. Омск здесь.